Всем привет, друзья! Вы на канале JoyFoxPlay. Сегодня мы с вами поиграем в игрушку под названием симулятор русской деревни, кто не понял. Сегодня у нас будет такая серия, я играю после того, как разработчики наконец-то пофиксили эту проблему с сохранением. Кто не знал, когда мы выполняем какие-то квесты, получаем опыт за работу, кстати говоря, вот она, так вот выглядит обновленная версия, у нас с тобой сохраняется прогресс работ. А в этой серии я предлагаю посмотреть хотя бы несколько из них, возможно, животноводство, садоводство, у нас откроются новые там профессии в виде этого пчеловода или как его там правильно называют. Короче говоря, посмотрим. Специально, кстати говоря, в этой игрушке я не вырезал, точнее, я не выключил рекламу, чтобы посмотреть, увеличилось или уменьшилось количество рекламы. Блин, можно как бы я тебя как-то вырублю немножко? Я просто говорю, он мне мешает говорить, у меня все уши в наушниках, короче, шумят. Да заткнись ты, господи, боже мой, я тебе ведро сейчас на голову одену, мужичок, мужичок, успокойся, пожалуйста. Да пошли ты нахер, короче. Короче, мне говорили, что я пропустил эту штуку, но я ее видел, здесь мы как бы можем получить какой-то опыт, дядя Вася, кстати, вот, пожалуйста. Получить медаль, давайте посмотрим, как это дело работает. Так, я получил, короче, все эти трудовые медали, пока что не проверял, что они будут давать. Мне вот интересно, неужели с обновлением, возможность, короче, убрали, вырубить этого дяди Толю, дядя Вася, он мне заколебал. Вот реально, я говорю на камеру и, короче, я не могу, меня отвлекает своей музыкой гребаной. Ладно, давайте рубить дрова, посмотрим, сколько нам будут давать за этот квест. Не помню, то ли 30, то ли 40 дают, короче, мы получили, стоп. Так, нет, реклама здесь по-прежнему также появляется. Ладно, бог бы с ним. Мы получили второй уровень, выполняя задание этого дровосека. Мне просто интересно посмотреть, как реализована та система, я имею в виду новых профессий, что мы там будем делать в теплице, потому что у нас, как она, деревня называется, Малиновка, Варламовка, короче, та вот деревня, где у нас стоит почта, у нас там какие-то теплицы появились, там тоже можно поработать. Кем можно будет поработать, я не знаю, друзья, я еще не проверял, я еще не смотрел. Башка у меня вообще не варит, когда у тебя, блин, температура, ты пытаешься что-то сказать, короче, у тебя ничего не получается. Поэтому прошу, ой, господи, боже мой, ты что, тебя тоже покормит, на, на, держи. Поэтому я прошу простить, понять, вот такие дела. Так, смешка, держи. Это, наверное, у нас будет какой-то, какой-то прогресс с животноводством, да, скорее всего, связан. Да, животноводство. Так, уровень 2 животноводства, хорошо, я тут немножко подождал, думал, вылезет реклама, но реклама не вылезла. Хорошо, отлично. Теперь мы поехали с вами в Курятник. В Курятнике, скорее всего, нам тоже дадут возможность прокачать свой уровень, свой навык животноводства. А я напоминаю, чтобы, короче, выполнять те квесты, нужен третий уровень. Вроде нужен третий уровень животноводства. У меня эти медальки действуют, кстати, полчаса. Вот там вот сверху видно. Полчаса они действуют. И вот такие вот дела. То есть здесь теперь появилось, помимо возможности получать за рекламу подкову, увеличивать свой доход там в x5, x5 раз, теперь у нас еще появилась возможность получать вот такие вот трудовые, блин, не знаю, медальки, чтобы быстрее прокачивать нашего главного героя. Я буду смотреть только то, что я не видел. Вот я не видел эту, так сказать, графу вот этого трудового, трудовых вот этих херовин, короче, поэтому я буду их смотреть. Так, отличная работа, возвращайся позже. Так, уровень животноводства мы немножко подняли. Как мне кажется, реклама стала меньше, потому что я помню, мы постоянно, когда выполняли вот эти квесты в курятнике, всегда всплывала эта назойливая реклама, которая меня очень сильно бесила. Но я когда записывал какое-то из видео по этой игрушке, разработчики писали в комментариях, что типа, то ли дадут возможность как-то, может, за рекламу, за какой-то донат, чтобы этой рекламы вообще не было, то ли что. Ну, возможно, они сделали просто не такое большое количество рекламы, как мне кажется. Потому что там вот раньше вообще было, там вот выполняешь какой-то квест, короче, тебе постоянно рекомендуется какая-то реклама. Мне это, короче, доставало вообще конкретно, меня жестко бомбило, когда я записывал свои ролики. Так, ну давайте поможем нашей соседке. Кстати, спрашивал я в комментариях, что она тут делает. Люди пишут, что она тут кулички делает. Мне кажется, тут вся деревня делает кулички, потому что никто ничего не хочет делать, в общем. Так, новый уровень 2. Опять вылезла реклама. Можно будет потом подрабатывать вот этими вот квестами. Но тут нужен пятый уровень общества. Это у нас квесты, если что, таксиста. Квесты таксиста, поэтому как-то так. Не помню. Кстати, была бы возможность бегать, было бы вообще прикольно. Я играю на эмуляторе, друзья. Ну, вот я нажимаю shift, да, и как бы он мне не хочет бегать. Ну, как бы ладно, бог бы с ним. Он и раньше, в принципе, не мог бегать. Такое у нас немножко доходяга, в общем. Поехали в следующую деревню. Я помню, что выполняем там квесты. Я так торопился, господи, вообще язык заплетается. Записать для вас обновление, что я даже не посмотрел, открыли ли тут почту. То есть, она у нас была закрыта на ремонт. Нет, она по-прежнему вроде закрыта, да, насколько я вижу. Да, она закрыта, не знаю. Почему ее закрыли? Что, нельзя было ее открыть? Так, ну-ка давай, выходи, тетка. Что она там делает, не знаю. Короче, вот. Вот этот вот квест хотелось бы поуполнять. Что здесь нужно делать? Мне кажется, здесь нужно то ли... Наверное, надо будет копать как-то навоз. Что? Вилы. Надо, наверное, вилами как-то удобрять вот эти вот помидоры. Не знаю, как это, какой уровень нужен? Тут нужен пятый уровень вот этого садоводства, скорее всего. Ладно, погнали выполнять квест электрика. Очень хорошо, что разработчики так оперативно пофиксили бак с этими сохранениями. То есть, это было обидно. Ты играл в эту игрушку, у тебя пропадал весь прогресс, ты не знал, что тебе нужно делать дальше. Вот. И потом, когда ты заходил в игрушку, у тебя просто все пропадает. Это, конечно, очень обидно. В общем, было хорошо, что это пофиксили. Так, плюс 100 опыта. Это мы что получили с тобой? Это мы получили мастерство. Так, а нам нужно, напоминаю, пятый уровень. Посмотрим, возможно, что там я пропускал, когда показывал это обновление. Будем смотреть более детально. Потому что ты не понимаешь, я хотел как можно быстрее записать это обновление, выложить, чтобы оказаться одним из первым, кто их показал. Ну, как оказалось. Ну, я так понимаю, что крупным каким-то ютуберам, да? Крупным ютуберам, короче, дают, видимо, возможность как-то, ну, первым посмотреть, что ли, эту игрушку. Дают как-то ключи на нее или ссылку на недоступную вот эту версию. И поэтому, даже если ты будешь на себя тут рвать жопу, грубо говоря, сидеть в этом Google Play, мониторить, когда, наконец, выйдет обновление, чтобы записать одному из первых его, у тебя все не получится. Это, на мой взгляд, довольно-таки обидно. Ну, ладно, что поделать. Так, как поливать? Поливать вот так вот, да, грядочки. Это мы сейчас с тобой, наверное, растеньеводство поднимем, или как это вот херня называется? Серия, наверное, будет, ну, серия не будет, длинная, если надо, я ее разделю, наверное, на две части, да и все. Так, небольшая рекламка вылезла. Давайте я, короче, леечку, наверное, положу сюда вот аккуратно, чтобы она у нас не пропала. Пойдемте, короче, на дискотеку. Мне кажется, что вот квест-дискотека, наверное, прибавит нам вот это вот общество как раз-таки. Хотя я могу ошибаться. Просто мы пока тут не делали квесты, как поднимать это общество, я пока что не понял. Так, ну, давайте проведем дискотеку. Да, как я и говорил, короче, работа этим клубным яскарем добавляет нам, если что, общество, короче, прокачивается. У нас теперь второй уровень с вами. Но если так подумать, пораскинуть мозгами, получается, тут не так много квестов, которые будут прокачивать именно общество. Скорее всего, общество еще будут прокачивать квесты, где мы делаем зарядку с местными жителями. Хотя, возможно, могу и ошибаться. Мы сейчас как раз-таки туда поедем. Попробуем, короче, проверить, так сказать, эту теорию. Итак, из всех вот доступных вот этих новых квестов, в которых хотелось, конечно, поиграть, это работа таксиста. Не знаю почему. Ну, мне кажется, в этих теплицах, этими вилами нужно будет кидать вот эти вот удобрения на грядки. Ну, почему нет? Там не просто так лежат какие-то вилы. А потом этот пчеловод, ну, скорее всего, ты там будешь просто руки засовывать в эту, как сказать, эту бочку с этой, с медом или с этой херней, короче. Вот. А именно таксист, наверное, нужно будет как-то подбирать местных жителей, что, в принципе, логично. Ну, ладно, давайте там коровку подоим. Тут, очень, мне кажется, самое первое, что мы прокачаем, это будет животноводство. Потому что тут все-таки русская деревня. Тут то коровы, то курицы, то эти свиньи. То есть, тут в основном квесты как бы заточены под животноводство. Так, тебе нужно подоить, ну, давай тебя тоже подоим. Давай, даись. Даись, бедная коровка. Вот сколько я сюда не приезжаю, сколько не играю в эту игрушку, постоянно мне ее так жалко. Это самый, по-моему, безобидный персонаж в этой игре. Другие коровы могут за тобой бегать, а это не бегает. Отлично. Так, ну, у нас с тобой уже писаешь, у нас уже третий уровень животноводства, если что, имеется. Поэтому, я думаю, первое, что мы прокачаем, будет все-таки оно. Кто-то говорил, что здесь молоко можно продавать, ну, хрен его знает. Не знаю, не хочется время терять, останавливаться там. В серии и так получается довольно короткие, пройти еще время, наверное, не знаю. Короче, вон там еще какой-то доступен квест был, это квест электросварщика, если кто не понял. Там вот была иконка, вот эта вот бочка, где она, вон стоит. Это, я так понимаю, что какая-то, какой-то сварщики, что ли, или чуть типа такого. Давайте проведем зарядку, прокачаем еще наше общество, так сказать. Я так думаю, что это будет прокачиваться все-таки вот эта вот графа. А, второй уровень у нас второй, животноводство третье, мастерство третье. Ну, посмотрим сейчас, что из этого выйдет, так как отсюда выйдет. Давайте-давайте, качайтесь. Когда добавят уже с каким-нибудь обновлением, когда они у нас будут немножко как-то, не знаю, пресс иметь. Кто-нибудь тут сколько они занимаются, у них постоянно как бы живот жирный, там, бабушки как-то такие подтянутые, как хотелось бы. Мы с тобой прокачали общество, по-прежнему у нас пока что второй уровень. Ну, ладно, пока действуют эти медальки, нужно, короче, выполнять всякие эти квесты, посмотреть в конце концов, как выглядят все вот эти вот работы. И как-то так. Сегодня, возможно, хотя, не знаю, не буду загадывать, а то я сейчас что-нибудь скажу, а потом все на меня обидятся еще. Сегодня мы просто прокачиваем эти навыки, зарабатываем опыт, чтобы потом в дальнейшем выполнять вот эти вот разные работы. Там корова только что покакала, и мне показалось. Так, кстати, вот квест пчеловода, кто-то не мог долго найти, он находится вот здесь. Вот я просто тебе покажу, мало ли, вдруг ты тоже не знаешь, где он находится. Вот он, квест пчеловода находится здесь. Нужен пятый уровень животноводства. Мне кажется, что здесь нужно будет просто, наверное, так собрать мед. Ну да, вот мы будем просто собирать мед, и потом я вам, возможно, будет как-то продать на рынке. Что было бы довольно-таки прикольно. То есть нам бы давали деньги еще за выполнение одного квеста, еще при этом мы бы смогли продавать мед, еще денежку зарабатывать. Потому что деньги в этой игре даются довольно-таки тяжело. Хотя, кто-то пишет в комментариях, что типа, да ничего тяжелого нет, там я накопил на самый дорогой дом там за три часа. Нет, я не спорю, можно, конечно, вообще сидеть тут задрачивать целыми днями, на пролет играть в игрушку, там прокачивать деньги. Но у меня нет столько времени, к сожалению, поэтому мне кажется, что это пока что довольно-таки долго. Ладно, ой-й-й-й-й-й-й, извини, пожалуйста, киса, не гадок в жизни делать. Так, ты живая? Она живая, все нормально, короче. Она у нас сделана из стали, видимо. Кот, который сделан из стали. Так, че бабка, скучаешься? Вот как вот с первой игры, как я начал играть с первой серии, как она здесь стояла, так она здесь стоит. Блин, стоит, 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 стоит. Как я здесь не скучно. Я бы, наверное, она, наверное, уже думает, что она памятник, как бы, и поэтому решила не заморачиваться, просто стоять, доживать свою жизнь, так сказать. Как бы это грустно не звучало, такая вот минорная, короче, нотка. Так, курица, он спряталась, сидит там беспалево. Да не буду я тебя брать, господи, нужна ты мне больно. Мне вот твои яйца нужна, а ты сама, как бы, нафиг не нужна. Хотя курицу можно на рынке продавать, это я знаю. Третий уровень животноводства, прокачиваем, прокачиваем, прокачиваем. Нет, в этой серии, скорее всего, до пятого уровня у нас с тобой ничего не дорастет, возможно, в следующей серии что-то дорастет. Так, картошку, да блин, кошка, я же тебе извинился перед тобой, что ты ко мне все время лезешь. Так, картошка, 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 на, держи картошку. Так, свинок покормим, да блин, кошки, здесь такие кошки сумасшедшие, не знаю, с чем это связано. Так, коровка мне там хрюкнула, подмигнула, подпукнула, на тебе еще картошку. сколько у нас уже серии по этой игре вышло очень жалко конечно обновление выходит не так часто как хотелось бы потому что я уже захожу вот кружка я понимаю что я здесь посмотрел уже абсолютно все что только можно да абсолютно все что только можно когда выходит обновление появляется к это появляется какой-то смысл у нее продолжать играет вылезла опять же реклама вы когда я начинаю так молчать живете можно чуть-чуть получить нет деть вас еще дальше не ты все получил вот давайте поколем короче дровишки так раз два три ну по-моему они короче закрыли возможности глушить этого балалаечника дурацкого потому что опять вылезла реклама музыка прикольная но она мне просто перебивает потому что играю наушниках на максимуме когда я пытаюсь что-то сказать музыка она короче очень сильно мешает вот такие вот дела поехали теперь поможем нашей с тобой будущей соседке капусту собрать пофиксили они эту фигню что капуста пропадает нет цели капусту мы в прошлый раз собирали она отсюда как бы пропала то есть по сути этот квест разовый что ли ну на пару раз и сейчас вот этот всю капусту соберу оставшуюся если сюда в третий раз приеду она будет не будет не знаю интересный вопрос как я так умудрился заболеть под новый год меня уж традиция блин как новый год я начинаю болеть просто какой-то кошмар хочу делать что делать вот сидеть вот капусту собирать хочу еще делать так я надеюсь все этой капусты хватит которая растет тут на грядках мне не придется потом по всей деревне ходить искать где тут еще растет капусту что-то будет не очень интересно так нет капусты хватит хорошо вот если я третий раз приеду сюда выполнять этот квест она как-то возобновится появится снова эта капуста или нет напишите пожалуйста в комментариях с этим сталкиваюсь так 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 наша с тобой автомобиль наш с тобой поехали короче с тобой варламовку опять же будем выполнять те же самые квесты вот в игре не хватает разнообразие я не хватает разнообразие и вот я черт не горят нам когда будут русской деревне когда будет русской деревне вот она русской деревне мы делаем в принципе все одно и то же здесь нет каких-то блин каких-то какого-то разнообразие мы выполняем одни и те же квесты по сто раз мы просто грубо говоря задрачиваем игру так вот она в принципе называется знаешь сейчас нас тобой опять будем поливать статей лейка новая появилась ладно хорошо мне просто думал может она пропадает может она разовая польем грядочки потом пойдем устроим местный диска ч 5 потом там не знаю что там еще делать надо положит эту капусту любители капусты так лечку давайте возьмем потом мы с тобой там будем свет чинить в общем вот это пока что все однообразие в этой игре как бы по сути пока что не понимаю что делать дальше вот поэтому я решился посмотреть те квесты которые доступны новые для этого я и прокачиваю вот эти навыки так дискотека дискотека заклейку пока выкини все равно она там восполняется потом ну пойдемте пойдемте потанцуем с нашими местными оболтусами здорово народ здорово я сам проведу дискотеку подождите так третий уровень общества мы с тобой получили отлично осталось еще два вот осталось еще два кстати говоря чё я заметил мы с тобой за это время за 15 минут там или за сколько накопили двенадцать тысяч триста ой 12 тысяч 1230 рублей то есть по сути если мы с тобой еще брали подковы у нас бы этот доход был в пять раз больше мы получили в районе шести тысяч рублей за это время что довольно таки неплохо бабка так подошла подошла и ушла потом смешно было так нет по моему рекламы осталось прям по-прежнему на большом уровне то есть как мы выполняем квест и заканчиваем попадается до рекламы возможность будущем и и добавят что как-то за отдельный донат можно было ее полностью отключать вот такие вот собственно говоря я вас кресло таки сделают наверное может учет еще можно придумать может придумать только как-то так так ладно давай крути тут свои вот эти вот крышки хирушечки так отлично так так ну давайте посмотрим значит по навыкам у нас животного ста третий уровень садоводства третий уровень мастерство все по третьему уровню но больше всего прокачивается это мастерство и животноводство давно и садоводство короче общество прокачиваться медленнее всего ладно в следующей серии в друзьях мы продолжим прокачивать с тобой эти навыки поэтому не пропусти подписывайся ставь лайки и увидимся в следующих сериях. Всем пока!